Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников, их автобиографии, творчества. Бартоломео Аманатти, итальянский архитектор, скульптор, родившийся недалеко от Флоренции, учился у Батча Боденелли и Якопа Сансавина, помогал ему в оформлении библиотеки Святого Марка. В точности имитировал стиль Микеланджело, был более выдающимся специалистом в архитектуре, чем в скульптуре. Он работал в Риме в сотрудничестве с Виньолой и Вазари, включая проекты для Виллы Джулия, но также и для работы в Луке. В 1558-1570-х годах трудился над реконструкцией и расширением Дворца Пяти. Его дизайн отразил внешний вид главного фасада Пяти. Аманатти был назначен консулом в Академии искусств Диссиньо Флоренции, которая была основана герцогом Казима I в 1561 году. В 1569-м Аманатти было поручено построить понты Санта-Тринита, мост через реку Орно. Санта-Тринита была разрушена в 1444 году во время Второй мировой войны и восстановлена в 1957-м. Аманатти спроектировал то, что считается прототипом манерийского скульптурного ансамбля в фонтане Нептуна, фонтана дель Нептуна, расположенного на видном месте на площади Синьори в центре Флоренции. Он взял великого герцога Казима I в качестве модели для лица Нептуна. Статуя должна была подчеркнуть цель Казима по созданию военно-морских сил Флоренции. Неплюжий морской бог был установлен в углу Палаццо, Векию, в пределах видимости от статуи Давида Микеланджело. И, как говорят, 87-летний скульптор насмехался над Аманатти, говоря, что он испортил прекрасный кусок мрамора. Аманатти продолжал работать над этим фонтаном в течение десятилетия, добавив по периметру множество фигур полубогов, бронзовые статуэток, возлежащие речные боги, смеющиеся сатиры и морские коньки, которые выходят из воды. В 1550-м Манатти женился на Лауре Боттиферии, элегантной поэтессе и образованной женщине. Я цитирую Википедию. Позже в своей жизни он пережил религиозный кризис, вызванный благочестием контрреформации, что привело к осуждению его собственных работ, изображающих наготу, и он оставил все свое имущество иезуитам. В последние годы жизни Аманатти обратился к религии и стал считать, что обнаженные скульптуры являются преступлением против нравственности. Все свое состояние он завещал иезуитам. Умер во Флоренции в 1592 году. Ну вот так вкратце из Википедии о итальянском архитекторе и скульпторе Бартоломео Аманатти. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok